МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Почему бронза, скажи мне? Почему не золото? Это сложно. Сложный вопрос. Мне казалось, что я бой выиграл. Полуфинальный. А с кем был бой? Представитель какой города? Кажется, сейчас... Серпухов. Серпуховский был. Подмосковье. Да, Подмосковье. Ну, не знаю, судя так решили. Бой есть в общем доступе в интернете. Все желающие могут посмотреть. И принять свое решение для себя. Для себя, мне кажется, что я бой выиграл. Но судя решили иначе. Сколько боев у тебя было всего на чемпионате? Четыре боя. Четыре боя. Давай подробнее о каждом бое тогда. Первый бой. Первый бой был со спортсменом из Санкт-Петербурга. Такой довольно непростой тоже сопернику. Постоянно готовил какой-то удар и заставлял меня напрягаться из-за этого. Но почему-то так и этого удара не последовало. Я не знаю, весь бой был такой в напряжении, но так и закончился. Не сильно сложно мне было его пройти, честно говоря. Ну, вот именно вот это напряжение только создавало дискомфорт в этом бою. Во втором бою я боксировал тоже с молодым парнем из Москвы. Ну, выиграл его, да? Да, его тоже выиграл. Все бои выиграл, кроме полуфинального. Тоже был непростой бой. Первый раунд я проиграл. Потом я понял, что ту тактику, которую я выбрал на бой, она не подходила для того, чтобы я выиграл. Пришлось переключиться, перестроиться, поменять тактику. Больше идти вперед, больше давить, прессинговать. И это как раз переломило весь бой. И второй, третий раунд уже были за мной, победа перешла ко мне. Третий бой, соперник из Тулы. Тоже был, это был самый сложный бой для меня. Я все-таки думал, что сейчас скажешь про Москву и Питер, потому что все-таки все говорят, что вот именно оттуда идут спортсмены такие качественные. Можно так сказать. Ну, я бы так не сказал, они везде есть хорошие спортсмены, выдающиеся ребята. То есть Туляк тоже был неплохой? Да, Туляк тоже был хороший. Это был для меня самый сложный бой, не только физически, тактически, а именно эмоционально. Потому что этот бой решал, был очень важен, поскольку решалось, кто выйдет в полуфинал. А полуфинал это уже сборная команда страны. То есть надо попасть было в тройку для того, чтобы попасть в сборную. И поэтому было очень, очень тяжело было настроиться на этот бой. Чисто психологически? Чисто психологически, да. И я долго втягивался в этот бой, первый раунд, я очень сильно смазал, как мне кажется. То есть я не мог найти ключ для решения, для победы над этим соперником. Во втором раунде, я не знаю, как это на меня так переключило меня, но я получил сечку во втором раунде. И после получения этого рассечения... Давай зрителям объясним сечкой, это рассечение. А, рассечение, да, глаза. Как видите, уже зажило. Рассечение глаза получил. И после того, как я получил это рассечение, как будто я включился, переключился, я не знаю, ну... Второе дыхание, да? Да, второе дыхание, пришел в себя, можно так сказать. И после этой травмы я начал боксировать так, как я могу боксировать. То есть эмоции ушли куда-то на второй, на третий план. И я вообще, не знаю, переживание пропало. И пошло, 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 пошло. И победа раздельным решением судей была за мной. По оценкам, да? По оценкам, да. И четвертый бой, это полуфинальный бой. Может, психологически устал уже? Как раз-таки наоборот. Я так был рад, что я уже попал в сборную. То есть у тебя большой груз ответственности, с плечей своих спадает. И ты, ну, я почувствовал реально облегчение. И, как мне кажется, я провел этот бой. Это был один из лучших, одно из лучших моих выступлений, которые я вообще проводил в ринге. Однако, вот, судьям показалось иначе. Обидно было все, да? Ну, неприятно было. Неприятно было, не то чтобы обидно. Неприятно проигрывать, конечно, но не принимать свои поражения, это тоже неправильно. Но все-таки урок извлек какой-то для себя. Конечно, урок извлек, да. Провели большой анализ. Работу над ошибками. Выстроили дальнейшие планы, над чем надо работать. Теперь у нас есть материал, скажем так, с которым надо работать. Это очень важно в боксе, когда ты знаешь то, над чем тебе надо работать. Вы вылезли, то есть мои недостатки, ошибки, недостатки, мои упущения. Теперь будем их убирать и восстановиться только лучше. Дим, какую оценку дашь выступлению от Георгия на чемпионате России? Георгий, конечно же, молодец, что провел таких прекрасных... То есть черебро это нормально, бронза это нормально, да? Вы знаете, ну, естественно, это место в сборной России. Я думаю, что сейчас он еще потренируется, там с лучшими боксерами постоит, побоксирует, поездит на турниры международные. И я думаю, что в следующем году он уже минимум в финале будет, а бог если даст, то он будет и чемпионом России. А может и золото возьмет. Да, да, там, в принципе, Георгий себя показал очень хорошо во всех боях. Еще очень немаловажно, когда в углу есть грамотные секунданты, грамотные тренера, которые вовремя подскажут что-то, какую-то тактику там, посоветуют что-то поменять. И вообще, как бы, если боксер слышит своих секундантов и выполняет то, что ему говорят, это очень хорошо. И это сильно влияет на занятое место, на победу. Вот Георгий все слышит. Как раз Георгий, это вопрос, Жор. А правда все слышишь? Потому что бывает такой шум на трибунах. И слышишь и другого секунданта, да, соперника. Ты слышишь секундантов и соперника, и своих. Ну, не столько обращаешь внимание на секундантов соперника, потому что ты привык к голосу своего тренера. И когда он тебе что-то подсказывает, он как будто звучит, может, это смешно покажется, как будто внутри тебя. Ты выделяешь его голос из всех других криков, шумов. Ну, вот я начал говорить то, что слышишь голос соперника, секунданта. Ну, а твой соперник тоже может слышать голос своего тренера? Тоже, конечно, может слышать, да. Тоже может слышать, но обратить ли он на это внимание, это уже другой вопрос. А ты обращаешь внимание? На то, что советуют секунданту сопернику. Да, 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 соперники. Ну, это бывает редко, но могу, да, тоже подкорректировать. Они же могут ему кричать о каких-то моих ошибках, слабых местах. И я сразу обращаю на это внимание, то есть их исключаю. То есть было такое, что иногда воспользовался, да, под подсказкой, так сказать, в кавычках? Да, конечно, не буду скрывать. И победа была? Конечно, бывает. Бои. Да, были и победы, и поражения, но это разные бои бывают. Дим, вообще, как можно оценить выступление вот ростовских боксеров вот в этом году, и включая тоже чемпионат России? И ты, как руководитель федерации, как оцениваешь? Я оценивал работу нашей федерации и работу наших боксеров, я считаю, что это для них работа, то, что они делают, на пятерку. У нас по всем возрастным категориям ребята очень достойно показали себя в этом году. Но я в основном занимаюсь взрослыми, любителями, профессионалами. Конечно, я знаю всех наших боксеров, там, и юноши, и юниоров. Тут тоже езжу с ними соревнования, но основной упор на взрослых. Поэтому за взрослых я могу сказать, что в этом году у нас сборная нашей ростовской области показалась очень хорошо. Вот чемпионат ЮФО мы выиграли с первым командным местом, у нас 4 золота было. Такого у нас уже, ну, очень давно не было. Все на нас обходили, там, Краснодар, Волгоград. В этом году прям подряд у нас золото, золото, золото. Фу-ть-фу-ть-фу, чтобы не сглазить. Да, фу-ть-фу, очень хорошо, да. И хорошо команда подготовилась, подошла к чемпионату России. И все наши ребята, вот четверо у нас, все, кто боксировали, все достойно отбоксировали. Я бы не сказал, что кто-то там... Ну, давай, назовем их четверых-то всем. Да, это у нас Харитон Агрба, это Вадим Туков, Игорь Атаров и Георгий Юновидов. Вот у нас четверо боксировали. В этом году, да, немного там не получилось. В силу каких-то причин Харитона Агрбы попасть в сборную России, также в полуфинал, в призы, там, и судьи там немного неправильно сделали, и там, ну, и по бою не очень-не очень получилось. Ну, так получилось. Я думаю, ничего страшного, в следующем году он все наверстает. А так, ребята, все достойно, все очень хорошо на чемпионате России отбоксировали. Им, по крайней мере, не стыдно было, и они по несколько боев, кто там один, кто два, кто три выиграл. Я удовлетворен. А чем, на твой взгляд, можно объяснить такой золотой успех в этом сезоне, в этом году? Ну, наверное, работая и тренерского штаба, и работая ребят, все очень ответственно подходят к этому. Ну, так же у нас сейчас и поменялось руководство Федерации Ростовской области. Вот, да, в прошлом, нет, в этом, вернее, году. В 19-м, да? Да, да, в 19-м. Федерация так очень активно начала свою работу, и, наверное, тоже и заслуга Федерации тоже здесь есть. Вот ты назвал четверых ребят, да, которые... Есть вот такое подрастающее поколение, которое прямо на пятки уже наступает в форме? Есть, есть, есть. Еще у нас два человека еще выступили, выполнили норму мастеров спорта, взрослых из моих учеников. Я думаю, что на следующий год они уже отберутся на чемпионат России, и у нас будет сборная уже более количественная, больше людей будет. Георгий, ты как оцениваешь 2019 год для себя, как спортсмен? Какую оценку бы себе поставил? Ну, оценку поставить, наверное, не возьмусь, я это все-таки со стороны виднее. Для меня самое главное – это то, что я ощущаю свой прогресс и рост. В прошлом году я был на чемпионате России пятый, в этом году я третий. И вектор моего движения, он ведет к пока что плюсовым результатам, и мне это нравится, значит, я на верном пути. Сколько у тебя чемпионатов России было по-взрослым? Три чемпионата России, это мой третий, да. И вот этот третий у тебя получился медальный тогда, да? Медаль, да. А предыдущие два, как новичок, психологически не готов? Вверх. Ну, сложно сказать. Там прошлый чемпионат России в Якутии, я тоже за выход в полуфинал в таком равном, близком бою, то есть победа ушла моему сопернику, и я остался там без медали. Первый чемпионат мой был в Грозном. Там я, видимо, не справился чуть-чуть эмоционально, но не хватило какого-то опыта. Это был первый, как говорят, первый блинкомом. Там я тоже уехал без медали. И вот, получил тот необходимый опыт весь, и с этим опытом я уже выступил, в призы залез, скажем так. Дорогие друзья, у нас сейчас с вами совсем небольшая пауза для того, чтобы познакомить вас с другими новостями из мира донского спорта. Не переключайтесь. Ростов-Дон-Юфу на мажорной ноте завершил домашнюю серию в 2019 году. На своей площадке наши девушки дважды обыграли курская «Динамо Фарм». Начали хозяйки мощно, выиграв первую четверть 25-13, но во втором отрезке матча курянки встрепенулись, провели серию удачных атак и смогли вплотную приблизиться к «Пантерам», которые выглядели не так уж безупречно и набрали всего 14 очков. На наших девушек иногда вдруг накатывала нервозность. Отсюда и неточные броски. Хотя к большому перерыву разница в счете все-таки неплохая – 39-33. Так это и бывает, когда сначала выключились, а потом долго включаешься, то это перерастает иногда в психоз, что чаще всего в женских коллективах он перерастает в массовый психоз. Поэтому, в общем, наверное, сегодня так и получилось. Другое дело, что хватило бойцовских качеств для того, чтобы нивелировать эти вещи. Ну, в общем, так ползком-ползком добрались сегодня. Вторая половина матча напоминала качели с широкой амплитудой раскачки. Временами ростовчанки уходили в отрыв до 12 баллов, потом соперницы просыпались и сокращали отставание до минус трех. Самой нервной для команд выдалась четвертая четверть. Наши девушки на шесть минут застряли на цифре 66. И за 43 секунды до финальной сирены от преимущества осталось два очка. В таймауте Дмитрий Федосеев находит нужные слова для своих подопечных. Самая результативная в нашем составе Анна Зайцева в самой концовке точно пробивает два штрафных. У курянок есть секунда на трехочковый бросок, но мимо. Наша победа 70-67. Настраивались на это, что игры будут непростые. В принципе, это было очевидно. Сначала в первом тайме все так хорошо пошло, а потом чуть расслабились, и поэтому вот так вот довели до этого игру. В этом году Ростов-Дону-Юфу осталось сыграть два матча 24-го и 25-го в Ставрополе. Мы продолжаем. Я напомню, что сегодня у нас в гостях представители бокса, донского бокса. Это Дмитрий Павлюченков, руководитель федерации бокса города Ростова-на-Дону. И Георгий Юновидов, мастер спорта, бронзовый призер чемпионата России 2019 года. И я в начале программы забыл сказать, член национальной сборной России. Жорг, в этом сезоне, в этом году только отобрался в национальную команду, да? Да, в основном составе, да. Но я уже более двух лет вхожу в резерв, и из резерва приглашаю в сборную. То есть я уже два года катаюсь по сборам. Сейчас буду из основного состава там. Что испытываешь? Вот что испытывает член сборной России? Я испытываю только удовлетворение. Мне приятно осознавать то, что я развиваюсь, расту. То есть это для меня самое главное, это прогресс. Как только я чувствую, что я буксую на месте, или где-то получается у меня регресс, то я начинаю даже депрессовать из-за этого. То есть для меня очень важно... А как выходишь из депрессии? Тренировками? Начинаю больше тренироваться, да, больше работать над собой, улучшать свои физические данные, личностные, какие... Что-то мне нужно развивать постоянно в себе. В этом году уже, в декабре, все, ничего у тебя нет? Отдыхаешь? Да, для меня уже все. Мне предстоит только Новый год встретить и все. В следующем году есть уже календарь известен тебя как-то? Нет, календарь я еще не видел, поэтому точно не могу сказать, какие меня ждут соревнования, сборы. Но они точно будут. Следующий год будет очень активный, так как основной состав сборной команды ждет, будет еще больше работы, надо будет еще больше работать. Много-много, да? Да. Дим, у федерации города, городской федерации бокса, какие планы на декабрь? Я знаю, у вас что-то есть в этом месяце. Да, у нас сейчас проводится несколько первенств города Ростова-на-Дону сейчас в конце месяца. Еще я сейчас повезу несколько мальчишек в Москву на мастерский турнир класса А, на всероссийский. Потом, возможно, мы поедем в Красноярск, где будут боксировать Денис Лебедев, Дмитрий Кудряшов, наш земляк. Там, возможно, будет боксировать наш боксер-профессионал Гасан Гасанов. Знаем такого. В андеркарте, да. Сейчас ведем переговоры, и сейчас Гасан Гасанов, кстати, сейчас находится в Кисловодске на сборах. Там они с Денисом Лебедевым вместе тренируются, готовятся к этому турниру 21 декабря в Красноярске. Планы на следующий год какие? Что нам ждать в Ростовской области в первую очередь? Какие соревнования, какие турниры, что интересного? У нас прямо с января начинается плотный график. У нас в январе уже одно первенство области, второе первенство области, потом там турниры областные. И поехали, поехали. Дальше там ЮФО, Россия. В общем, все по плану. Отдыхать некогда. Уже со 2 января у нас уже тренировки начинаются. Поэтому... То есть Новый год вы не празднуете вообще, да, получается? Ну, праздную, но... Ну, с 31 на 1 только, да? Да, уже праздную с прицелом, что 2 уже нам на тренировку. Тогда вопрос такой коварный. Как относишься, когда, если спортсмены, например, на Новый год могут позволить себе там шампанского выпить? Ну, вообще против категорически. Потому что я сам пока выступал до 33 лет. Я даже не знал, что такое там алкоголь и все остальное. Я считаю, что это влияет, может быть, даже это не физически влияет, но все равно в голове, в мозгу он все равно боксер будет чувствовать, что где-то ему, может быть, не хватит чего-то по выносливости. Вот из-за этого, из-за того, что он там когда-то что-то употребил. Ну, вот, смотри, если пример взять, например, тренер сборной России по футболу, помнишь, такой Гус Хидин был? Он позволял своим футболистам выпить бокал вина за ужином. Он считал, что это, наоборот, стимулирует. Твоё отношение к этому. Не хочешь, не пей. Поэтому я отказался. Тогда получилось так, что все четверо, кто были у нас в финале, всех четверых у нас сплавили. Ни одного золота. Дети, которые попробовали шампанское, да, выпили? Да, да. Я просто, я думал, может, из-за этого я не выиграл. В принципе, я бой выиграл 100%, просто у нас ни одного золота нам тогда не дали. Там были причины свои. Но я у этого кубинца, с которым я в финале боксировал, я через несколько лет, он уже был чемпионом мира, я у него выиграл в Германии на турнире досрочно. То есть взял реванш таким образом? Взял реванш, да. Жор, можешь позволить себе шампанское или бокал вина, праздник, день рождения? Нет, нет, я вообще не пью. Ни шампанского, ни вина. А что тогда любит боксер? Лично, например, Георгий Юновидов. Что, например? Как расслабляется боксер, вы хотели... Пример, еда, кухня какая? Да, абсолютно разная. Нет никаких конкретных предпочтений. Ну, любимые блюда-то есть, наверное? Пусть будут хинкали грузинские, да, это мое любимое блюдо, пусть будет. Я люблю грузинскую кухню. Когда готовишься к соревнованиям, все-таки исключаешь, да? Да, конечно, исключаю. Запрет идет? Да, там питание корректируется, то есть, колоссально. То есть, подсчет полностью идет белков, жиров, углеводов, суточные нормы всего останавливаются, да. То есть, ограничиваешь себя сильно. Вот до начала программы ты сказал, что ты играл в баскетбол даже. Скажи мне, как боксер оказался в баскетболе? Просто очень интересно. Я в детстве занимался баскетболом, как сказать, в детстве. В 14 лет я ходил в Дюшор номер 7. Занимался там баскетболом, мне нравилось, получалось неплохо, но я пришел туда поздно, и поэтому, то есть, не задержался. После баскетбола я... Наконец-таки попал в секцию бокса. Сколько лет тебе было? Мне было 17 лет. Когда я пришел... Из баскетбола в бокс? Из баскетбола в бокс, да. Не знаю, почему, у меня сразу стало получаться. Может, потому что я очень сильно любил этот вид спорта и проводил очень много времени в зале, и дома тренировался, там перед зеркалом стоял. Я отрабатывал удары, и вот так вот по накатанной у меня... Так как баскетбол ты потом... Промежутки, да, у тебя оказалось, ты вот рассказывал о какой-то период. У меня был период в боксе очень тяжелый, эмоциональный, на меня свалилось очень много серьезных таких моментов жизненных, и плюс ко всему у меня стало получаться в боксе, это тоже накладывало свою ответственность, там, то есть там сборы, тренировки, это нужно было очень много внимания и эмоций уделять этому. Поэтому, и в этот момент я немножко не справился со всей этой нагрузкой, ответственностью и взял паузу, даже, скажем так, не то чтобы паузу, я думал, что я завязал с бокса. А, вот даже как вообще. И это было около полутора лет, я вот занимался боксом уже для себя, так, ходил во все разные залы, там, к ребятам спарринговался по чуть-чуть, и параллельно играл в баскетбол у нас тут на области, в команде «Штурм». Мне нравилось там, ну, как поддерживать себя в форме, динамика, соревновательные какие-то, то есть я черпал то, что у меня было в боксе оттуда, какие-то соревновательные адреналин. Ну и когда ты понял, что бокс это твое? Это такая очень забавная история, у меня есть друг, Авитян Михаил, он меня попросил помочь ему подготовиться к чемпионату области в городе Новочеркасске. Мы начали с ним вместе проводить сборы, тренироваться три раза в день, спали, ели, там, то есть тренировались мы, там, у нас три недели сборов было, мы просто все это время три недели были вместе. И на спарринге, то есть и спарринги проводили вместе, ему нужен был хороший спарринг-партнер, и я как бы ему помогал в этом. И в процессе подготовки ребята, которые тоже были в зале, они замечали, что у меня хорошо получается боксировать, и начали мне выговаривать тоже попробовать свои силы на области. То есть у тебя талант есть, а ты не за ним не используешь. Ты его закапываешь, да? Да, ты его закапываешь, да. И я вот так вот вернулся на чемпионат области. Выиграл область? Нет, не выиграл, проиграл в первом же бою. Для меня это было очень большим ударом, я такие возлагал надежды, то есть большие надежды возлагал. Мне очень хотелось выиграть, но я в первом бою, к сожалению, тоже в близком, мне победы не отдали. Я еще неделю был в какой-то жутком шоке, но потом, после этого, я все-таки понял, что те эмоции, которые я получаю от бокса, я нигде больше в жизни получать не смогу, и их надо использовать, не выпускать эту возможность. И так я вернулся в бокс. Как показывает практика, удачно вернулся, да, уже с бронза. Я бы еще не сказал, что добился я чего-то очень серьезного, но пока идем только по нарастающей. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо, что пришли к нам на программу. Желаю вам только побед, 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 чтобы, Жор, ну в следующий раз ждем тебя в следующем году золотой медали к нам в студию. Хорошо, спасибо вам. Спасибо за приглашение. Дорогие друзья, это была программа «Спорт на Дону», в студии был Роман Саганов. Увидимся ровно через неделю. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин